я немножко напомню чем мы кончили в прошлый раз значит ну во первых мы с вами рассмотрели вот такую задачу пусть у нас есть функции у от x т где x это вообще говоря x 1 и так дальше x n мы для такой задачи ой для такой функции рассмотрели вот уравнение теплопроводности у по t минус дельта у то есть мы взяли а квадрат равна единице значит значит мы взяли однородное уравнение теплопроводности x из rn t больше нуля значит и для него поставили начальное условие пусть эта задача задача 1 2 и мы начали доказывать следующую теорему что если значит пусть начальная функция ну во первых когда мы с вами начали формулировать эту теорему в прошлый раз то у нас вот здесь вот присутствовала правая часть функция f от x t и естественно формулировка теоремы у нас звучало так пусть f от x t тождественно равно нулю то есть мы рассматриваем однородное уравнение что я сейчас и написала сразу то есть ну как бы имею право что называется и пусть начальная функция f от x функция непрерывно непрерывно в рн и ограничена то есть существует такая константа m больше нуля что модуль f от x меньше или равен m для любого x из rn то есть пусть начальная функция непрерывно и ограничено тогда отсюда следует что решение задача 1 2 существует и задается формулой вот такой вот у от x t равно интеграл по рн к от x минус и грек запятая т сейчас я напомню что такое к фи от и грек д и грек значит и x принадлежит и рн т больше нуля значит тогда решение задачи существует и задается вот такой формулой которая называется формула пуассона значит я напомню что такое было к значит к к но я сразу напишу в случае к от x минус и грек запятая т я сразу этот случай напишу значит во первых и грек это тоже н мерное то н мерный объект и грек один и так дальше и грек н то есть кат x минус и грек это была вот такая вот функция единица разделить на 2 корень из 5t степени n умножить на е в степени минус модуль x минус и грек в квадрате делить на 4t значит здесь у меня именно я выписываю именно эту вот функцию то есть я в ту функцию которая у нас была в прошлый раз и там было x минус x нулевое т минус т нулевое то есть я x нулевое взяла как игрек а т нулевое равно нулю то есть это вот так я уже конкретно эту функцию выписываю значит для x ой простите да для x ну или для из рн т больше нуля заметим что вот эта вот часть модуль x минус y в квадрате ну она как бы симметричная относительно x и y то есть эту вот как говорится вот эту вот объект можно рассматривать как функцию от x параметром y также как функцию от y с параметром x вот и соответственно 0 если x принадлежит rn t меньше или равно нуля и x t не совпадают с точкой но в данном случае y 0 вот эта точка y 0 это точка особенности вот этой самой функции k от x минус y т заметим что в нашем случае когда у меня t больше нуля рассматривается потому что меня интересует решение задачи при т больших нуля то очевидно если подставлять вот сюда вот вот сюда вот конкретное выражение то очевидно надо брать первую строчку правильно ну давайте я это и сделаю то есть я тут продолжу равно интеграл по rn единицы разделить на 2 корень из pt в степени n на e в степени минус модуль x минус y в квадрате на 4t фи от y d y запятая x принадлежит из rn t больше нуля значит вот в нашем случае вот из этой функции значит надо брать очевидно в интеграл подставлять вот эту самую первую строчку теперь я напомню что мы рассказали мы доказали про эту функцию k от x вот эта функция у нас называлась фундаментальное решение уравнение теплопроводности какие у нее были свойства ну во первых я опять таки конспективно напомню во первых мы доказали что эта функция ну в моем случае k от x минус y запятая t как я еще раз повторяю она имеет точку особенности y 0 то есть она является бесконечно дифференцируемой функцией по своим переменным всюду кроме x t не равно y 0 ну я так уж напишу кроме того мы доказали что эта функция во всех точках x t кроме точки особенности удовлетворяет уравнению теплопроводности то есть d по dt от k ну от k минус дельта от k тут я уже аргументы писать не буду это равно нулю для всех x t неравных точки особенности это у нас с вами было так вот это я вкратце напомнила и теперь начинаем точнее возобновляем доказательства нашей теоремы для того чтобы доказать что наш наша что вот эта функция задаваемая формулой есть решение задачи 1 2 нам надо доказать следующие факты проверить и доказать следующие факты ну во первых нам надо доказать что функция задаваемая формулой принадлежит классу c 2 1 x из rn t больше нуля во вторых она непрерывно x из rn t больше ли равно нуля в третьих она удовлетворяет уравнению 1 и в четвертых она удовлетворяет уравнению 2 вот это надо доказать вот если эти моменты будут доказаны то по определению решения это будет так и да решением значит я вам в прошлый раз говорила что доказывать это мы будем попарно и сначала мы докажем что она принадлежит c 2 1 и удовлетворяет уравнению и мы это в прошлый раз начали доказывать значит как мы это начали доказывать ну во первых мы взяли любые любую тройку чисел r любое больше нуля взяли зафиксировали и еще два числа tau и t большое которые расположены вот в таком вот диапазоне то есть r t tau t это любая тройка чисел r вообще любое а tau и t большое были вот именно такие что tau меньше t большое и мы рассмотрели так как это вот мы взяли любую любую такую тройку чисел и зафиксировали на время моего рассуждения и рассмотрели по этой тройке область q r tau t большое это был такой вот цилиндр модуль x меньше r t больше tau меньше t большое значит это такой приподнятый над плоскостью t равно нулю цилиндр и далее мы раз вот этот вот самый интеграл значит мы начали первый этап раз доказывать вот этот вот факт что у принадлежит c21 и удовлетворяет уравнению 1 для этого что мы сделали мы наш интеграл весь интеграл это есть интеграл по rn мы его разбили на два интеграла значит вот этот самый интеграл мы разбили на интеграл модуль y меньше чем 2 r k от x минус y t f от y dy плюс интеграл по модуль y больше чем 2 r k от x минус y t f от y dy значит заметили что каждый из этих интегралов это есть интеграл функция от параметра параметрами у нас являются x и t вот этот первый интеграл мы обозначили по-моему и 1 это была функция это подчеркиваю это интеграл функция от параметров x и t то есть это функция этих параметров второй интеграл мы обозначили и 2 ну соответственно от x t заметим что каждая из этих двух функций это функции от x и t где x t меняется мы рассматриваем на этом вот приподнятом цилиндре q r tau t большое соответственно здесь x t тоже меняется в том же самом q r tau t большое значит в прошлый раз мы что сделали мы доказали что и 1 как функция x и t является бесконечно дифференцируемой функцией в q r tau t большое это мы сделали даже с замыканием можно поставить это мы сделали в прошлый раз но можно без замыкания в принципе это и так и так нам можно можно замкнуть можно не замыкать то есть нам доказательство пройдет и такое и такое но я имею ввиду в итоге нам хоть так хоть и так все нам годится также мы доказали что функция и 1 от x t удовлетворяет уравнению 1 то есть уравнению теплопроводности в вот этом приподнятом цилиндре q r tau t большое вот это мы сделали в прошлый раз мы это сделали далее я сказала что теперь наша цель доказать то же самое для функции и 2 значит и так цель доказать что функция и 2 от x t тоже принадлежит классу c бесконечность вот в этом приподнятом цилиндре и удовлетворяет уравнению теплопроводности в этом самом приподнятом цилиндре то есть наша цель предположим на минутку что это мы доказали тогда очевидно что сумма функций и 1 и 2 будет бесконечно дифференцируемой функцией вот в этом приподнятом цилиндре и удовлетворять в нем уравнению теплопроводности так как у меня точки так как у меня тройки чисел r t tau это были любые числа то есть r может быть сколь угодно большое t может быть t тоже сколь угодно большое а tau наоборот сколь угодно маленькое то очевидно что если я возьму любую точку x из r n любое t больше нуля и рассмотрю точку x t то любую такую точку вот она допустим тут живет всегда найдется такое r большое всегда найдется такое tau всегда найдется такое t что эта точка попадет внутрь какого-то приподнятого цилиндра то есть эта точка попадет внутрь какого-то цилиндра так как в цилиндре мы доказали то в этой точке будет бесконечная дифференцируемость и в этой точке уравнение теплопроводности будет удовлетворяться так как точка любая то очевидно что в любой раз точка вот эта любая то это означает что для любого x из r n для любого t больше нуля вот такая функция будет будет c бесконечность то есть c бесконечность x из r n t больше нуля и удовлетворять здесь уравнению теплопроводности ну а раз она c бесконечность то очевидно что она c 2 1 то ну очевидно то есть вот это то есть нам для того чтобы доказать вот эти желтые выделенные вещи нам осталось доказать вот этот второй факт про функцию и 2 значит в прошлый раз мы с вами начали бороться с этой самой функцией и 2 и что мы уже так же сделали мы доказали что этот интеграл ну вот это и 2 это не собственный интеграл что он равномерно сходится по параметрам x t бегающим вот в этом самом q даже можно так сказать я говорю замкнуть это q и так как он равномерно сходится то во первых ну как сказать он существует то есть имеет смысл его как говорится писать ну и так же из равномерной сходимости следует что он является непрерывной функцией своих параметров вот в этом приподнятом цилиндре то есть вот это мы доказали и больше у нас времени не хватило то есть мы доказали что он имеет право на существование и задает непрерывную функцию теперь мы с вами докажем что он является бесконечно дифференцируемой функцией своих параметров ну в общем случае ну как говорится общее доказательство выписывать какие-то общие формулы я естественно не буду потому что это забивать просто себе ну как сказать мозг но я вам покажу как это можно сделать ну доказать что любая производная вот у этой функции 2 по любому хоть по х хоть по х житому хоть по т существует ну давайте докажем например что существует производная давайте докажем что существует d по dt от и 2 от xt и эта производная является непрерывной функцией своих аргументов вот в этом приподнятом цилиндре давайте это докажем точно так же как и то что мы сейчас сделаем можно доказать что существует производная по любому х житому ну и дальше дифференцируя уже производные можно доказать что существует производные производных и таким образом очевидно будет бесконечная дифференцируемость вот давайте докажем сейчас это ну сначала создадим как говорится плацдарм для вычислений поэтому я себе вытираю место значит ну во первых как я буду доказывать значит я во первых формально продифференцирую по t под интегральное выражение то есть рассмотрю d по dt от k от x минус y t f от y вот если я формально продифференцирую под интегральное выражение по t далее я буду что делать я буду оценивать вот эту производную это уже будет новая функция нет нет это она существует и непрерывно вот значит моя цель я формально продифференцирую под интегральное выражение по t а потом оценю эту производную по модулю и построю мажоранту которая имеет сходящийся интеграл тогда я по теореме Верштрасса у меня будет исследовать что интеграл вот от такой функции тоже сходится причем равномерно и производная d по dt от i2 она существует на основании теоремы из мотанализа существует и в силу равномерной сходимости интеграла непрерывно то есть вот это моя цель но для начала я что делаю я просто формально нахожу производную ну d по dt очевидно что fi от y у меня от t не зависит поэтому fi от y идет как множитель то есть это будет fi от y умножить ну а d по dt надо дифференцировать вот уже вот это вот вот это вот выражение t у меня входит сюда вот и сюда вот поэтому это выражение я продифференцирую как произведение значит соответственно двух функций зависящих от t значит ну сначала я дифференцирую вот этот вот дробь значит эту дробь для удобства я как напишу значит это будет вот эту дробь я напишу как единица делить на 2 корень из пи в степени n умножить на t в степени минус n пополам ну я так напишу чтобы мне было проще дифференцировать значит в итоге я получаю что единица разделить на 2 корень из пи в степени n умножить на минус n пополам умножить на t в степени минус n пополам минус 1 это я продифференцировала вот это вот t на e в степени минус модуль x минус y в квадрате делить на 4t теперь я продифференцирую непосредственно экспоненту значит плюс единица разделить на 2 корень из пи в степени n умножить на t в степени минус n пополам это я написала вот этот первый сомножитель вот в таком виде умножить на производную экспоненты то есть на e в степени минус модуль x минус y в квадрате делить на 4t умножить на производную аргумента ну в смысле показатели экспоненты значит это будет что такое минус модуль x минус y в квадрате плюс делить на 4t квадрат правильно нет теперь начинаю немножко так сказать я ее как бы это выразится немножко я ее преобразую вынесу общий множитель значит в итоге я получаю что это равно фи от y умножить на единицу разделить на 2 корень из пи в степени n умножить так на что еще здесь можно вынести здесь можно вынести значит здесь у меня стоит вот это вот с этой t это будет t в степени минус n пополам минус 2 правильно верно нет значит могу вынести t t в степени минус n пополам минус 1 так могу вынести эту самую экспоненту модуль x минус y в квадрате делить на 4t и по-моему все больше ничего нельзя не вынести а в итоге у меня останется от первого слагаемого минус n пополам так здесь у меня останется t в минус 1 так значит точнее будет что такое плюс модуль x минус y в квадрате делить на 4t посмотрите так нет верно нет правильно нет вот теперь ради экономии место на доске я место так сказать экономлю поэтому я беру модуль 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 ну соответственно этот модуль равен модуль фи от y умножить на единицы разделить на 2 корень из пи в степени n умножить на вот это t можно без модуля почему потому что t у меня положительно значит получается единицы разделить на t в степени n пополам плюс 1 вот эту экспоненту тоже можно без модуля е в степени минус модуль x минус y в квадрате делить на 4t ну а вот еще а эта скобка это будет уже модуль ну модуль он и есть модуль модуль минус n пополам плюс модуль x минус y в квадрате делить на 4t вот это я раскрыла просто модуль теперь надо этот модуль оценить сверху значит наша цель вот смотрите вот в этом объекте у меня есть x t y моя цель получить оценку сверху чтобы здесь не было остался только что-то от y то есть ни x и ни t не было это моя цель причем я хочу оценить это так чтобы вот это неравенство было бы верно для любого x t принадлежащего вот этому приподнятому цилиндру ну вместе со своей ну замыканием вот если я это сделаю то тогда вот эта функция в которой уже нету ни x ни t называется мажорантой а оценка называется равномерной оценкой по x и t бегающим по этому самому приподнятому цилиндру вот это моя цель теперь я начну эту цель реализовывать значит ну во-первых вот это функция модуль фи от y по условию теоремы не превосходит m это условие теоремы далее вот это константа но она и в Африке константа далее вот это вот так как у меня x t бегают по q r tau t большой с чертой то это означает что модуль x меньше или равен r t больше или равно tau меньше или равно t большое я цилиндр замкнула поэтому неравенства стали не строгие значит если у меня t бегает в таких диапазонах то единица на t бегает наоборот то есть вот этот вот меньше или равен единицы разделить на tau в степени n пополам плюс 1 правильно верно далее в прошлый раз когда мы с вами оценивали доказывали что непосредственно интеграл равномерно сходится мы оценку экспоненты там заметим была точно такая же экспонента мы оценку проделывали помните было а поэтому я сразу этим воспользуюсь она меньше или равна экспонента минус в степень степень такая модуль y минус r в квадрате делить на 4t большой такое было причем все вот эти оценки они выполнены для любой точки такой вот осталось оценить последний модуль вот этот вот ну последний модуль так как у меня опять-таки места не слишком много я его вот здесь вот оценю а потом выпишу там результат минус n пополам плюс модуль x минус y в квадрате делить на 4t ну модуль суммы не превосходит суммы модулей значит это меньше или равно n пополам плюс вот это второе слагаемое очевидно положительно поэтому модуль можно не ставить то есть плюс модуль x минус y в квадрате делить на 4t это я далее продолжаем эту оценку ну во-первых это меньше или равно n пополам плюс модуль x минус y в квадрате разделить на 4t большое избавилось от ой простите не t большое 4t это я избавилась вот от этого t оценила что если t больше равно tau то единица на t меньше равно единица на tau понятно как сделано народ далее что у нас еще у нас есть x минус y по модулю в квадрате ну во-первых модуль x минус y без всякого квадрата это меньше ли равно модуль x плюс модуль y ну очевидно правильно согласны это меньше ли равно модуль x это меньше ли равен r плюс модуль y значит если у меня есть модуль x минус y в квадрате то это меньше ли равно тут я пишу n пополам плюс r плюс модуль y в квадрате делить на 4 тау. Вот я оценила отдельно вот этот модуль. Видно это, нет? То есть вот этот модуль не превосходит n пополам, плюс r плюс модуль y в квадрате делить на 4 тау. Выпишем фактически, что мы уже получили. Объединим эти все оценки. Мы получили таким образом, что все это меньше или равно m умножить на 1 делить на 2 корень из π в степени n, умножить на 1 разделить на тау в степени n пополам плюс 1, умножить на e в степени минус r в квадрате делить на 4 т большое, умножить на n пополам плюс r плюс модуль y в квадрате делить на 4 тау. Вот это я объединила все вот эти оценки. Причем вот эта вот оценка, она получена для любого хт из приподнятого цилиндра qr тау т большое. То есть это есть оценка равномерная по х и т бегающему по цилиндру. Заметим, что вот эта функция, которая уже является оценкой, она уже от х и т не зависит, она зависит только от у. Вот это и есть моя мажоранта. Ну, видно, что если я рассмотрю интеграл, ну, от этой мажоранты, пусть это есть m от y, если я рассмотрю интеграл по модуль y больше, чем 2r, вот m от y до y, такой интеграл сходится. Ну, почему сходится? Потому что это есть интеграл типа, ну, e в степени минус y в квадрате умножить на y в квадрат. Ну, если брать аналог одномерный, ну, а мы помним из всяких там свойств мотанализа, что если есть функция типа e в степени минус y в квадрате, ну, здесь я рассмотрю, пусть y это одна переменная, ну, одна штука, то если я домножаю на многочлен любой степени, то такой вот интеграл сходится, то есть какая бы степень многочлена ни была, вот такой интеграл сходится при любой степени m. Поэтому интеграл от нашей мажоранты сходится, значит, на основании признака Вейерштрасса интеграл от вот этой функции сходится равномерно, когда параметры x и t бегают по вот этому множеству. Значит, эта самая функция и два параметра x и t имеет производную d по dt в этом приподнятом цилиндре, и эта производная непрерывна. То есть мы доказали то, что вот я заявляла. Точно так же я могу методом последних приближений, ну, могу это не значит, что я буду делать это, я могу формально продифференцировать по любое количество раз вот это вот подинтегральное выражение и построить аналогичным образом мажоранты и тем самым доказать, что существует сколь угодно любая производная, сколь угодно высокого порядка, то есть функция и два так и есть функция c бесконечность. То есть вот это заявлено то, что, ну, заявлено. Ну, как доказать, что функция и два удовлетворяет уравнению теплопроводности? Ну, в принципе, составить это самое уравнение для и два и воспользоваться тем свойством ядра пуассона, что ядра пуассона тоже есть, удовлетворяет уравнение теплопроводности. Это надо делать или это понятно? Понятно, нет? Народ. Значит, будем считать, что это мы сделали, то есть доказали, что и два удовлетворяет в этом приподнятом цилиндре уравнению теплопроводности. Таким образом, то, что я заявляла в начале, мы доказали, то есть мы доказали, что и два бесконечно дифференцируема удовлетворяет уравнению теплопроводности. Значит, вся функция u от xt, задаваемая формулой пуассона, которую мы представили как функцию и один плюс и два, тоже бесконечно дифференцируемая в цилиндре, удовлетворяет уравнению теплопроводности. А за счет выбора цилиндра, как любого, значит, она бесконечно дифференцируема в верхнем полупространстве и удовлетворяет там уравнению теплопроводности. Значит, тем самым мы доказали, что вот это и это выполнено. Нам остались вот эти два момента доказать. Делаем перерыв. Значит, а теперь мы с вами начнем доказывать вторую, как говорится, часть. Это, соответственно, нам осталось. Мы будем одновременно доказывать, что она вот такая c до t больше равна нулю, то есть вплоть до границы t равная нулю, и удовлетворяет условию 2. То есть это мы будем доказывать тоже парной. Прежде чем мы это начнем доказывать, давайте проведем небольшое, ну я не знаю, выкладку. Отдельно вычислим интеграл, которым мы потом будем пользоваться, но не только, но и им, и его, так сказать, составляющими. Значит, давайте отдельно вычислим такой интеграл по РН. Значит, k, ну давайте лучше, сейчас, давайте мы не будем с этим k связываться. Давайте так сделаем. Минни-лемма. Значит, пусть у меня х принадлежит РН, какая-то фиксированная точка х из РН, и есть какое-то число b больше нуля. Рассмотрим интеграл по РН е в степени минус модуль х минус у в квадрате делить на b до у. Вот я хочу рассмотреть такой интеграл. Я его хочу, значит, х, оно из РН, любое фиксированное, b это любое число больше нуля фиксированное. Я хочу вычислить такой интеграл. Ну, во-первых, так как у меня х, это есть х1 и так дальше, хН, у это есть у1 и так дальше, уН, то очевидно, что этот интеграл, это есть интеграл по РН, е в степени минус, дробь стоит в знаменателе b, ну, а в числителе стоит х1 минус у1 в квадрате плюс и так дальше, плюс хН минус уН в квадрате. Ну, так как в квадрате, то очевидно, можно написать и у1 минус х1 в квадрате, плюс и так дальше, плюс уН минус хН в квадрате, д, у1 и так дальше, д, уН. Это я подчеркиваю, что это н-мерный интеграл. Ну, заметим, что этот по свойствам экспонента, это есть интеграл по РН, вот е в степени минус у1 минус х1 в квадрате делить на b, умножить и так дальше, умножить на е в степени минус уН минус хН в квадрате делить на b, д, у1 и так дальше, д, уН. Ну, легко видеть, что этот интеграл легко распадается на произведение одномерных интегралов, а именно интеграл от минус бесконечности до плюс бесконечности е в степени минус у1 минус х1 в квадрате делить на b, д, у1, умножить и так дальше, умножить на интеграл от минус бесконечности до плюс бесконечности е в степени уН минус хН в квадрате делить на b, dyn. Причем видно, что эти сомножители это все одинаковые, в общем-то, интегралы, то есть достаточно посчитать один из них и посчитаются все остальные. Ну, давайте возьмем какой-нибудь один из них и разберемся. Ну, например, интеграл от минус бесконечности до плюс бесконечности e в степени минус y1 минус x1 в квадрате делить на b. Это первое я хочу посчитать. Так как b у меня положительное число, то я могу написать, что я могу b расписать как корень из b в квадрате и всю степень первого интеграла могу расписать вот таким вот образом, dy1. То есть я могу степень первого интеграла сделать вот такой вот. Она осталась та же самая, только в другом виде. Значит, очевидно, что это есть интеграл от минус бесконечности до плюс бесконечности e в степени минус y1 минус x1 делить на корень из b в квадрате d под знаком дифференциала создадим y1 минус x1 делить на корень из b. Ну, для того, чтобы ничего не поменялось, то я вот здесь вот должна на корень из b домножить, правильно? Согласны? Напрашивается замена переменных, обозначить dy1 минус x1 делить на корень из b новой переменной, получится корень из b умножить на интеграл от минус бесконечности до плюс бесконечности, там, e в степени минус там какой-нибудь p в квадрате dp. Ну, это есть интеграл табличный, это есть интеграл пуассона, и известен его значение, это есть корень из π. То есть в итоге я получаю, что это есть корень из b умножить на корень из π. Вот это и есть первый интеграл. Все остальные интегралы, очевидно, будут какие? Такие же. То есть я получаю, что вся эта компания равна корень из b умножить на корень из π в степени n. Ну, давайте, вот то, что я сейчас посчитала, у вас это будет в тетрадке, а у меня это будет в склерознике. Под склерозником я создам вот тут вот, значит, интеграл по rn, значит, e в степени минус модуль x минус y в квадрате делить на b dy равно корень из π на корень из b в степени n. Ну, я помню, что это x из rn, b больше нуля. Вот первое, так сказать, сведение. Теперь давайте второе с помощью только что посчитанной вот этой формулы. Давайте посмотрим, чему равен интеграл от кусочка ядра пуассона, от кусочка фундаментального решения. Значит, пусть у меня опять x из rn, t больше нуля, я хочу посмотреть, чему равен интеграл от e в степени минус модуль x минус y в квадрате делить на 4t dy. Вот такой интеграл. Ну, давайте применим вот эту формулу. Здесь b у меня равно 4t, правильно? Верно? Могу применить вот то, что я только что сделала, при b равном 4t. То есть это есть корень из 4t умножить на корень из π в степени n. Или это есть два корень из t, корень из π в степени n. Вот это, как говорится, такая вот вещь. Следовательно, если я рассмотрю интеграл по rn от e в степени минус модуль x минус y в квадрате делить на 4t dy, а этот интеграл еще домножу на единицу разделить. Давайте тут вот домножу. Если я рассмотрю не экспоненту, а еще и с множителем 2 корень из πt в степени n, то есть рассмотрю множитель, который присутствует вот здесь вот, то, очевидно, такой интеграл чему равен? Единица. Значит, такой интеграл равен единице. Значит, мы получили вторую формулу в склерозник, что если x из rn t больше нуля, то интеграл по rn, ну, экспоненту я писать не буду, а напишу через k. k от x минус y t dy равен единице. Вот это второй факт. Вот это мы честно вычислили. Теперь мини-лемма, так сказать, заканчивается, и мы возвращаемся к доказательству теоремы. Значит, нам на повестке дня надо доказать, что функция, задаваемая формулой Пуассона, будет непрерывно вплоть до t равного нулю и удовлетворять граничному условию. Значит, как мы это будем делать? Значит, ну, во-первых, давайте возьмем любую точку x нулевое из rn. Возьмем любую точку x нулевое из rn и, ну, зафиксируем на время моего рассуждения, то есть это любая точка. Я хочу доказать, что существует предел функции u от x t, которая задана формулой Пуассона, когда x t стремится к точке x ноль ноль, будучи, когда, ну, t все время больше нуля, такой предел существует и равен φ от x нулевое. Если это посмотреть, ну, визуально, вот представьте себе, вот это у вас t, вот это вот пространство rn, вот взяла я какую-то точку x нулевое. Это точка с точки зрения всего, всего, это точка x ноль ноль, то есть это x нулевое по x, t равное нулю по t, то есть это точка x ноль ноль. и теперь я буду смотреть точки x, t, которые бегут в точку вот эту вот, оставаясь, ну, как бы сверху бегут, то есть t все время больше нуля. Если я докажу, что такой предел существует и равен φ от x нулевое, то я, во-первых, докажу, что выполнено и вот это начальное условие, а так как функция φ от x – это функция непрерывная, то я одновременно докажу, что функция, задаваемая интегралом Фуассона, будет непрерывна вплоть до границы. Подчеркиваю, точка x нулевое – это любая точка из РН, которую я фиксировала на время моего рассуждения. То есть как только я это докажу, теорема будет доказана. Значит, сейчас вот этим я и буду заниматься. Ну, во-первых, давайте вспомним, что по условию теоремы начальная функция непрерывна в РН, значит, она непрерывна и в точке x нулевое. Что значит функция непрерывна в точке x нулевое? Это значит, что для любого ε больше нуля найдется такое дельта, зависящее, естественно, от ε больше нуля, что для всех точек y, таких что y отстоит от x нулевого меньше, чем до дельта, имеем соотношение, что φ от y минус φ от x нулевое отстоит друг от друга меньше, чем на ε. Это есть просто определение из мотоанализа, что такое функция непрерывная в точке. Теперь давайте доказывать существование этого предела и то, что этот предел равен φ от x нулевое. Для того, чтобы это доказать, я рассмотрю разность у от x, t минус φ от x нулевое и вот такую разность, если я оценю так, что это, если я докажу, что эта разность сколь угодно мала, то это и будет означать, что предел существует. Ну, во-первых, вместо φ от у от x, t я пишу, чему оно равно по формуле Пуассона к от x минус y, t фи от y, dy минус φ от x нулевое. Я для того, чтобы, как говорится, дать, ну как сказать, намекнуть, что я хочу сделать, я вот здесь поставлю вот такую жирную единицу, домножаю, так сказать, что φ от x нулевое, это есть φ от x нулевое умножить на единицу. И теперь я вместо единицы воспользуюсь вот тем, что единица, это есть вот такой интеграл. То есть я единицу заменю интегралом. Имею право. Значит, получается, что у от x, t это такой интеграл, а φ от x нулевое умножить на единицу, это есть интеграл по РН, k от x минус y, запятая t, умножить на φ от x нулевое, dy. Я могу φ от x нулевое занести, очевидно, под знак интеграла, как константу. Объединяю эти два интеграла, получается интеграл по РН, k от x минус y, запятая t, умножить на φ от y минус φ от x нулевое, dy. Вот я объединила эти два интеграла. Эти интеграл, итоговый вот этот, это есть интеграл по всему РН. все РН я разобью на два множества. Это модуль y минус x меньше, чем дельта, и модуль y минус x больше, чем дельта. Если я эти два множества объединю, ну, у меня фактически получится все РН, ну, если, так сказать, здесь равенство вот тут вот поставить не строгие, то есть вплоть до границы, то все РН точно получится. Это понятно? Поэтому мой интеграл по всему РН это и есть сумма двух интегралов. То есть что я делаю? Я около точки, ой, простите, тут не x, а x нулевое. Я около точки x нулевое описываю, что сферу, точнее, кружочек радиуса y минус x нулевое меньше r. Один интеграл будет браться по кружочку или по шарику, или по интервалу, если одномерный случай. А второй интеграл будет браться по внешности этого интервала. То есть вот по тому, что есть модуль y минус x нулевое больше дельта. То есть разобью мой интеграл на два интеграла. То есть это равно интеграл по модуль y минус x нулевое меньше дельта, k от x минус y t, f от y минус f от x нулевое dy, плюс интеграл по модуль y минус x нулевое больше дельта, k от x минус y t, f от y минус f от x нулевое dy. Значит, первый интеграл это по шарику или по интервальчику, второй интеграл это по внешности. Первый интеграл это по шарику или по интервальчику, второй интеграл это по внешности этого шарика. Ну, давайте с каждым из этих интегралов Разберемся по отдельности. Первый интеграл, назовем как-нибудь, что это есть какой-нибудь там G1. Ну форма G1, вообще говоря, это от XT, это функция от XT. Второй интеграл, пусть это есть G2 от XT. Давайте оценим каждый из этих интегралов. Ну опять для того, чтобы это проделать, мне надо территория, как говорится. То есть здесь я получила, что U от XT минус ФИ от X нулевое, это есть G1 от XT плюс G2 от XT. И теперь я буду оценивать отдельно G1, отдельно G2. Ну беру сначала G1, это есть интеграл по модулю Y минус X нулевое меньше дельта. G2, K от X минус YT, ФИ от Y минус ФИ от X нулевое, DY. Ну для того, чтобы его оценить, я его просто оценю по модулю. Итак, нет, а дело в том, что когда мы берем интеграл, граница, вот в данном случае сфера, это множество мер и нуль, можно писать хоть меньше, хоть меньше или равно, от этого не поменяется. Значит, давайте просто возьмем модуль, модуль, модуль. Но модуль интеграла не превосходит интеграла от модуля под интегральной функции. То есть это не превосходит модуль от интеграла по множеству Y минус X нулевое меньше, чем дельта. Модуль под интегральной функцией, вот он. Ну, заметим, что K от X, Y, T это положительная функция, вот эта K. Значит, от нее модуль не пишем, K от X минус Y, T, а модуль пишем только от ФИ от Y минус ФИ от X нулевое, модуль, D, Y. Теперь замечаем, что если у меня Y отстоит от X нулевого меньше, чем на дельта, то тогда вот этот модуль на основании непрерывности функции ФИ меньше, чем эпсилон. Вот для таких вот Y, для таких Y вот этот модуль меньше эпсилон. Значит, этот интеграл меньше, чем интеграл по модуль Y минус X нулевое меньше дельта, K от X минус Y, T, умножить на эпсилон, D, Y. Эпсилон выносим за знак интеграла как множитель, то есть это равно эпсилон, умножить на интеграл по модуль Y минус X нулевое меньше дельта, K от X минус Y, T, D, Y. Теперь подинтегральная функция у меня положительна. Значит, если я увеличу размер области интегрирования, то это будет меньше или равно эпсилон умножить на интеграл по всему Rn от K X минус Y, T, D, Y. Здесь мы пользуемся тем, что вот эта самая функция K положительна. Ну, а этот интеграл мы только что посчитали, он равен чему? Единице. Значит, это есть единица. Ой, эпсилон умножить на единицу. Значит, таким образом мы доказали, что модуль G1 от XT меньше эпсилон. Это мы доказали. Теперь делаем то же самое с G2. G2 будет сложнее. Здесь очень интересный будет метод использоваться, который вот, ну, такой метод получения оценок, я думаю, что вы еще никогда не видели. Значит, итак, G2. G2 – это есть интеграл по модулю Y минус X нулевой больше, чем дельта. K от X минус Y – T. FI от Y минус FI от X нулевое, D и Y. Опять беру модуль, 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 модуль. Но опять модуль интеграла не превосходит интеграла от модуля. То есть опять это меньше или равно интеграл по РН K от X минус Y T умножить на модуль FI от Y минус FI от X нулевое, D и Y. Ну, заметим, что модуль, который у меня здесь есть, да? Ой, нет, я ее не... Это моя описка. Y минус X нулевое больше дельта. Вот этот вот модуль не превосходит, очевидно, модуля FI от Y плюс модуля FI от X нулевое. Каждый из этих, так как по нашему предположению, функция FI непрерывно и ограничена, то есть каждый из них не превосходит M, то есть каждый в итоге это не превосходит 2M. Таким образом, я могу дальше продолжить оценку, что это меньше или равно 2M. Это я оценила вот этот модуль и вынесла 2M за знак интеграла. Умножить на интеграл по множеству модуль X минус X нулевое больше дельта от вот этой вот функции. Ну, а здесь давайте я эту функцию напишу, ну, как бы в натуре. Значит, это есть единица разделить на 2 корень из ПТ в степени N умножить на E в степени минус модуль X минус Y в квадрате делить на 4T DY. Вот я написала вот это самое K от X минус YT. Дальше вот идет очень интересный способ получения дальнейшей оценки. Вот этот способ вы, ну, как сказать, вот до сих пор это будет совершенно новое что-то, вы с этим делом никогда до сих пор не сталкивались. Значит, что мы сделаем? Ну, во-первых, такой сделаем искусственный прием. Ну, вот этот множитель, он от переменной интегрирования не зависит, я его вынесу за знак интеграла. Получится 2M умножить на единицу разделить на 2 корень из ПТ в степени N умножить на интеграл по модуль Y минус X нулевое больше дельта. А вот здесь вот давайте сделаем следующее. Ну, очевидно, что мою экспоненту, вот эту вот, которая у меня стоит, я разобью, могу разбить на 2 множителя. Ну, что я под этим понимаю? Значит, вот эту экспоненту я разобью, ну, как сказать, давайте я напишу, и вы посмотрите. Е в степени минус модуль X минус Y в квадрате делить на 8T умножить на е в степени минус модуль X минус Y в квадрате делить на 8T ДУ. Вот если я экспоненту разобью на 2 множителя, то, очевидно, ничего не поменяется, правильно? Так вот, одно из этих экспонента оставим пока в покое на время, а с другой экспонентой давайте повозимся. Значит, и тут вот будет очень интересная вещь, оценка будет интересная получена. Значит, ну, давайте, значит, где-нибудь вот тут вот. Фу, ладно, еще раз напишу. Зря я это... Значит, потом я еще раз тут напишу то, что я стерла. Значит, итак, рассмотрим экспоненту. Е в степени минус модуль X минус Y в квадрате делить на 8T. Во-первых, давайте заметим, что я ее хочу оценить, ну, грубо говоря, сверху, это моя цель. Значит, для того, чтобы ее оценить сверху, мне надо показатель экспонента оценить тоже сверху. Так как вот это, очевидно, положительно, а это минус стоит, то мне показатель экспонента надо оценить снизу, правильно? Ну, не показатель, вот эту штуку мне надо оценить снизу, согласны? Итак, значит, это моя цель. Теперь давайте эту цель как-то будем реализовывать. Ну, во-первых, рассмотрю отдельно X минус Y модуль. Значит, что это такое? Значит, давайте я возьму, это есть просто равно X минус X нулевое плюс X нулевое минус Y модуль. Ничего не поменялось? Внутри этого выражения искусственно поставлю вот таким вот образом две пары скобок. Теперь, если я хочу это оценить снизу, то это есть модуль X минус X нулевое минус модуль Y минус X, ну или модуль X нулевое минус Y и внешний модуль. Здесь я пользуюсь известным неравенством для чисел или для вот такого плана, что модуль А плюс минус B больше равен модуль А минус модуль B, внешний модуль. Вот здесь я пользуюсь таким вот неравенством, ну, достаточно известным. Значит, теперь давайте смотреть. Ну, во-первых, значит, у меня это я для удобства перепишу так. Модуль X минус X нулевое минус модуль Y минус Y нулевое, ой, минус модуль Y минус X нулевое, внешний модуль. Ну, вот здесь вот я просто в обратном направлении в порядке написала, это ничего не поменяется. Теперь давайте смотреть. У меня вообще говоря, что есть? У меня есть, что... Ну, кто из них как бы... Ну, кто из них больше, кто из них меньше? Ну, чисто так вот на практике, как вы считаете? Ну, Y у меня такой, что Y минус X нулевое больше, чем дельта. То есть вот это вот больше, чем дельта. Ну, я имею в виду, вот это вот, ой, больше, чем дельта, правильно? Верно? Далее. Когда мы с вами начинали всю нашу трудовую деятельность, смотрим, что наша цель какая была. Наша цель была доказать, что существует предел, что, точнее, ну, U от XT стремится к FI от X нулевое, когда XT стремится к X нулевое, ну, и T больше нуля. Вот это вот наша цель была, правильно? То есть, если у меня X и T стремятся к точке X нулевое, то есть они вот такие вот, ну, в смысле, не такие вот, а вот точка X нуль, а, ну, вот они здесь где-то находятся, точки, то они, начиная с какого-то момента, сама точка X, она становится какой вблизи точки X нулевое? X минус X нулевое становится чем? Маленьким. Поэтому этот модуль надо снять наоборот. То есть это есть модуль Y минус X нулевое минус модуль X минус X нулевое, правильно? То есть он, очевидно, снимается вот так вот. Теперь давайте смотрим. Вот это вот больше, чем дельта по нашему, по нашей области интегрирования. Так как, еще раз повторяю, наша цель найти вот такой вот предел, когда XT стремится к точке X нулевое, то это означает, что сама XT должна быть близкой к точке X нуль, ноль. Это означает, в частности, что X и X нулевое по модулю должны быть достаточно близкими. То есть если вот это выполнено, то начиная с какого-то момента X минус X нулевое станут меньше, чем дельта пополам. То есть если я хочу, чтобы точка XT стремилась к точке X нуль, ноль, то начиная с какого-то момента X минус X нулевое по модулю станет меньше дельта пополам. Вот давайте рассматривать вот именно такие близкие к точке X нулевое иксы. Имеем право, потому что нам надо доказать, что существует такой вот предел, как я говорил. Так вот при таких X, близких к точке X нулевое, очевидно, что это больше, чем дельта, это меньше, чем дельта пополам. Значит, с этим минусом это больше, чем минус дельта пополам. Значит, это больше дельта минус дельта пополам или равно дельта пополам. Таким образом, давайте я напишу, какой у нас получился мини-итог. Значит, мы фактически получили, что для Y таких, что Y минус X нулевое меньше дельта пополам, выполнено неравенство, что модуль X минус Y больше, чем дельта пополам. Вот для таких X и для таких Y мы получили вот такое неравенство. Вот это мы, это мини-итог. Значит, вот для таких X и для таких Y модуль X минус Y больше дельта пополам. Значит, модуль X минус Y в квадрате больше, чем дельта пополам в квадрате. Значит, модуль X минус Y в квадрате делить на 4T больше, чем дельта пополам в квадрате на 1 разделить на 4T. Ну и, наконец, следовательно, Е в степени минус модуль х минус у в квадрате, ой, не 4т, там же у нас 8т было. У нас же здесь вот было 8т, я вот эту раз оцениваю. Значит, Е в степени минус модуль х минус у делить на 8т меньше или равно Е в степени минус дельта пополам в квадрате. Сейчас, как ее написать? Минус дельта квадрат делить на сколько? 2 в квадрате 4 на 8, 32, да? На 32т. Вот это я получила, что вот для таких вот х и для таких вот у вот эта экспонента меньше такой экспонент. Понятно, как получено? Значит, я могу здесь написать, что это меньше или равно. И вот я теперь дальше думаю, куда мне переместиться. Значит, я теперь возьму вот эту экспоненту и оценю ее той, которую я только что получила. Сейчас я это напишу и сделаем перерыв. Е в степени минус дельта квадрат делить на 32т. Вот этот множитель я оценила вот такой вот экспонентой. И это вот оценка верна. Это оценка верна для игреков, которые у минус х нулевое больше дельта. То есть для всех игреков из промежутка интегрирования и для всех х, которые тоже отстоят от х нулевое, но теперь уже наоборот меньше, чем дельта пополам. Делаем перерыв. Ну, у вас тетрадка, у меня доска ограниченная, поэтому, значит, вы-то пишете дальше, а я что сделаю? Я вот после этого знака меньше или равно, я вот, грубо говоря, я подотру вот здесь вот, вот это подотру, и, ну, вы-то дальше продолжаете, а я вот продолжу, ну, методом стирания куска доски. Значит, итак, значит, я вот получила, значит, я говорю, оценка продолжается, но вот как бы, как бы. Значит, я что сделаю? Я вот эту вот, вот эту штуку оценила, и очевидно, что она не зависит от игрек, это, ну, как говорится, мажоранта. Я ее могу вынести за знак интеграла. Таким образом я получу, что мой дальше меньше или равно. Меньше или равно, значит, 2м на эту дробь пока было впереди, да, 2м умножить на единицу делить на 2 корень из 5t в степени n умножить на вот эту вот экспоненту, которую только что я получила как оценку, e в степени минус дельта квадрат делить на 32t умножить на интеграл по модулю y минус x нулевое больше, чем дельта, и под знаком интеграла у меня осталось вот этот второй кусок, вот этот вот, вот эта вторая часть экспонента. Да. А потому что у вас т пойдет в бесконечность при т стремящемся к нулю, у вас т в этом знаменателе болтается. Вам надо, нам вот это такой вот хитрый способ оценки вынуждены изобрести из-за того, чтобы избавиться, каким-то образом прибить t, который живет в знаменателе, и которое по нашим, ну, как сказать, прикидкам должно куда идти? К нулю. Ведь у нас вот это вот, когда хт стремится, когда хт стремится к точке х0, 0, когда t положительный, это значит, что х стремится к х нулевому, т стремится к нулю, ну, справа, правильно? Ну, в смысле, ну, будучи положительным. То есть у нас, как бы это сказать, t стремится к нулю, а оно живет в знаменателе. Что оно сделает? Ну вот, оно что-то сделает нехорошее, потому что вот здесь оно живет в знаменателе. То есть нам надо его как-то нивелировать. Нивелировать. Значит, так вот, осталось е в степени минус модуль х минус у в квадрате делить на 32t dy. Ну, во-первых, заметим, что эта функция опять подинтегральная положительна, поэтому интеграл только увеличится, если я расширю область интегрирования. То есть это меньше или равно, а, точно, 8t, меньше или равно 2m умножить на единицу делить на 2 корень из pt в степени n на е в степени минус дельта квадрат на 32t на интеграл по rn е в степени минус модуль х минус у в квадрате на 8t dy. Давайте вот уже к этому интегралу применим нашу выкладку, которую мы раньше делали, вот ту самую, которая у меня написана в верхнем склерознике. То есть вот эту вот в роли b у меня будет выступать 8t. В роли b будет выступать 8t. Поэтому вот этот интеграл тогда равен корень из 8t корень из π в степени n на основании вот этой верхней, вот этого вот. Вот. Ну корень из 8t это что такое? Это есть 2 корня из 2, да? Значит, это получается 2 корня из 2 корень из t корень из π в степени n. Значит, ну что в итоге получается? Это равно 2m умножить на 1 делить на 2 корень из π в степени n на е в степени минус дельта квадрат на 32t. А вместо интеграла вот пишу то, что он и есть на 2 корня из 2 корень из π корень из t и все это в степени n. Теперь давайте сообразим, кто из них сократится. Значит, 2 в степени n сократится, π сократится корень из π, t корень из t тоже сократится. Значит, в итоге у меня останется, ну вполне приличная вещь. Что останется? Что это тупо равно, тупо равно, чему, что это есть. Значит, давайте я здесь напишу, а потом еще раз сотру, и вы-то продолжите, а я еще раз для выпуклости напишу в центре доски. Значит, это останется 2m, 2m. Тут останется корень из 2 в степени n на е в степени минус дельта квадрат делить на 32t. Вот это просто я все посокращала. Правильно получилось, нет? Сократила правильно? Таким образом, вот этот самый, этот самый g2 по модулю не превосходит. Вот, 2m корень из 2 в степени n на е в степени минус дельта квадрат делить на 32t. Вот это я получила оценку. Теперь я на нее смотрю. Ну, во-первых, эта оценка получена для каких х? Для х таких, что х минус х нулевое по модулю меньше, чем дельта пополам. Но если у меня точка хт стремится к точке х0, 0, то это не только х стремится к х нулевому, но еще и т стремится к нулю, будучи положительным. Это значит, что на каком-то этапе найдутся такие положительные, близкие к нулю t, что вот эта степень, вот эта степень без минуса станет настолько большой, что е в степени минус вот этот станет очень-очень маленькой. Это понятно? То есть, начиная с какого-то момента, всегда найдутся такие маленькие положительные t, такие, что вот эта станет тоже меньше ε. Того самого, которое было выбрано вот тут вот. То есть, вот такой кривой способ разбития экспонент на два одинаковых множителя привел к тому, что знаменатель у нас вот этот ушел. Ну, в принципе, под интегральное выражение, когда мы его разбивали, вот эти две экспоненты, ну, экспоненту на два одинаковых множителя, в принципе, можно разбить не на одинаковые, можно разбить на разные множители, но лишь бы они обе были экспонентами и в произведении давали первоначальную экспоненту. Ну, естественно, самое простое, просто пополам разбить, и все, что мы и сделаем. Так вот, вот такой хитрый способ позволил нам убить вот этот знаменатель. И таким образом мы получили, что и 2 по модулю тоже меньше ε. Значит, в итоге, так как у меня функция у от хт минус фи от х нулевое равна и 1 плюс и 2, то значит, у от хт минус фи от х нулевое по модулю не превосходит модуля g1 плюс модуль g2. Каждый из этих модулей мы оценили. Первый меньше ε, второй меньше ε, значит, их сумма меньше 2 ε. Для любого сколь угодно маленького числа ε верна такая оценка. При достаточно близких точек, то хт стремящимся, ну, при точках хт достаточно близких к точке х нулевое. Это и означает, что наш предел существует, равен тому, что мы хотим, то есть равен начальной функции фи от х. И так как начальная функция изначально у нас предполагается непрерывной, значит, и функция у, это есть функция непрерывная вплоть до t равная нулю. То есть мы доказали вот эти два момента, и тем самым теорема доказана. Вот это доказали, и тем самым теорема доказана. Значит, итак, давайте из этой теоремы докажем два совершенно элементарных свойства, таких легких, которые нам потом в следующий раз пригодятся. Итак, давайте из этой теоремы доказана. Итак, мы с вами доказали, что если есть задача 1, 2, вот такая вот, если начальная функция фи от х непрерывно и ограничена, то решение задачи задается интегралом вот таким вот, который называется формула Пуассона. Вот эта формула называется формула Пуассона. Значит, это мы доказали. Назовем эту вот, как говорится, вот эту функцию или там эту формулу обозначим за 3. Значит, из этой теоремы следует два таких вот важных следствия, следствия, которые с одной стороны важные, а с другой стороны очень даже такие приятные в доказательстве. Значит, следствие 1. Ну, естественно, я буду рассматривать задачу 1, 2 в предположениях тех, которые сделаны в теореме. То есть начальная функция непрерывно и ограничена. Значит, вследствие 1. Функция, задаваемая формулой 3, функция, задаваемая формулой 3, удовлетворяет неравенству у от хт по модулю не превосходит м. Значит, ну, м это та самая константа, для которой начальная функция, которая ограничивает начальную функцию. Функт, значит, итак, первое следствие. Функция, задаваемая формулой 3, удовлетворяет следующему неравенству. у от хт меньше или равно м, для любого х из РН, для любого т больше или равного нуля. Ну, давайте это докажем. Ну, рассмотрим точку хт, где х любое из РН, т больше или равно нуля. Эта точка, очевидно, может быть точкой вида х0, то есть при т равном нулю, и может быть точкой хт при т четко положительном. значит, итак, ну, во-первых, если у меня т равно нулю, то как мы доказали, что вот эта функция, задаваемая этой формулой, удовлетворяет к начальному условию 2, то есть у при точке х0 равно фи от х, ну, и, очевидно, по модулю это меньше или равно м, потому что фи от х меньше или равно м. Если у меня т больше нуля, то функция у от хт равна вот такому интегралу, для того, чтобы оценить это по модулю, берем модуль функции, он равен модулю интеграла, интеграл, модуль интеграла не превосходит интеграла от модуля, то есть не превосходит к от х минус у т умножить на модуль х от у до у. по предположениям теоремы функция фи от у меньше или равна м, значит, это меньше или равно м умножить на интеграл по рн к от х минус у т до у. а этот интеграл, это есть мы только что нашли, что он равен единице, вот этот интеграл равен единице, то есть получаем просто чисто м. Таким образом, в таких точках модуль у от хт также не превосходит м. Значит, во всех точках вида хт, где х любое из рн, т любое больше или равное нулю, выполняется вот такое неравенство. Значит, давайте это неравенство как-то обозначим, оно у нас с вами будет в следующий раз использоваться активно, то есть давайте на него поставим какое-то вот это неравенство, его обозначим ну, следствие 1, вот, ну, как говорится, чтобы его вспоминать, неравенство, следствие 1. Теперь рассмотрим еще одно следствие, которое тоже будем использовать дальше, тоже совершенно очевидное, значит, следствие 2. Значит, давайте докажем, что при предположениях теоремы функция, задаваемая формулой Пуассона, удовлетворяет следующему неравенству у от хт, не превосходит супремума функции фи от х и больше ли равна инфинуму функции фи от х, значит, наша функция фи от х ограничена, значит, супремуму инфинум это какие-то числа, неравенство и это неравенство верно для любого х из РН для любого t больше или равного нулю. Ну, опять рассмотрим случай, когда у нас функция рассматривается в точке при t равном нулю, то есть, у от х ноль, мы доказали, что функция, задаваемая формулой при t равном нулю, удовлетворяет начальному условию, то есть, равна фи от х, ну, а для функции фи от х это очевидно, что она находится между своим супремумом и своим инфинумом. Это по определению супремума и инфинума, то есть, в точках вида х ноль это очевидно. Теперь рассмотрим вопрос, когда у меня функция у в точке х, где t больше нуля. В этом случае функция у это есть интеграл k от х минус y t фи от y d y но так как у меня функция фи от y ну все равно, что функция ну как ну вот эта функция меньше, чем супремум функции фи то я могу написать, что это меньше или равно супремум функции фи умножить на интеграл по rn k от x минус y t d y ну а этот интеграл равен единице, значит, остается просто супремум функции фи по rn оценка сверху получена, но точно так же получается оценка снизу, так как функция фи от y с другой стороны больше ли равна инфинума своего, значит, я могу оценку и снизу в обратную сторону ввести, что интеграл больше ли равен инфинум функции фи умножить на интеграл k от x минус y t d y но опять применяем, что этот интеграл равен единице и получаем, что это есть просто инфинум функции фи выбираем то, что стоит в середине, то есть u от x t и выбираем то, что стоит в самом правом концу и в самом левом, то есть справа получается меньше или равно супремум о фи слева получается больше или равно инфинум о фи таким образом в любой точке x t где t больше нуля выполнена такая же оценка объединяем вот это и вот это и получаем то, что мы хотели как раз для любого x и для любого t больше или равного нуля значит опять вот это следствие тоже выделим мы его им будем активно пользоваться следствие 2 мы им будем активно пользоваться теперь в принципе значит у нас с вами теорему существования мы доказали нам нам нужно разбираться с единственностью нашей как бы это сказать ну задачи с единственностью решения нашей задачи вот тут мы значит если помните когда мы с вами разбирались с волновым уравнением то у нас с вами без всяких так сказать дополнительных каких-то реверансов то решение которое мы хотели оно и было единственным мы доказывали теорему что если так решение существует то оно единственное вот здесь вот мы встретимся с таким моментом что вообще говоря требуется вот если взять определение решения определение решения это функция определенного класса и по гладкости и которое удовлетворяет уравнение удовлетворяет начальному условию это у нас было определением решения то мы сейчас в первый раз и единственный столкнемся с тем что нам не хватит этого вот этого нам надо еще будет наложить какие-то дополнительные условия на поведение функции с тем чтобы только ну как сказать выделить так называемый класс функций и в этом классе решение будет единственное значит то есть не хватит вот этих наших просто требований гладкости удовлетворения уравнению и удовлетворения начальных условий мы должны будем поставить доп условия вы еще по какому-то то сказать параметру выделить еще что-то наложить какое-то еще пара как говорится еще какие-то условия наложить и вот при выполнении этих условий будет единственность то что вот эти условия которые мы с вами в следующий раз с этого начнем значит то что эти условия не выдуманы но в том плане что они действительно они должны быть в свое время был такой советский математик Тихонов который много занимался вопросом единственности решения параболических уравнений в том числе уравнений теплопроводности и он доказал ну грубо говоря что вот без этих условий все развалится то есть то что вот в следующий раз мы начнем с наложения каких-то доп условий ну это не выдумка так сказать вот как бы чтобы студента занять для того чтобы он больше выучил к экзамену а это действительно необходимость потому что в свое время было доказано что если эти доп условия снять то единственности не будет то есть как говорят была доказана точность вот этого требования если его нет то все разваливается но мы эти доп условия они естественно были предложены в свое время Тихоновым в самом общем варианте то есть он доказывал точность в самом общем варианте Мы с вами только ознакомимся с этими доп. условиями в наиболее простом варианте, хотя теоретически они и бывают в более общем варианте. Поэтому сегодня разбегаемся и морально готовимся к следующему разу. До свидания. Спасибо.